30 декабря исполняется 100 лет со дня образования СССР. Государство, которое объединило миллионы людей разных национальностей. Они жили, любили, учились, работали, радовались и горевали. Не всё было однозначно в истории страны. До сих пор не умолкают споры, был ли это совок или лучшая в мире страна. Первый в истории человечества опыт создания народного государства канул в лету. Сегодня, перелистывая страницы истории, нам надо попытаться отделить хорошее от плохого и не быть категоричными. Назад в СССР хотят вернуться многие. Сотрудники музея Дмитрия Фурманова подготовили большую подборку фотографий тех лет, предлагая людям окунуться в ностальгию. А тем, кто не знает, что такое Советский Союз, советуют просто взглянуть на эти снимки и попытаться понять, что же всё-таки такое СССР. Бабушка, а помнишь, ты мне рассказывала о сказке? Конечно помню. Ты была маленькая и плохо засыпала. Вот бабушкины сказки и выручали. Как бы мне хотелось услышать их ещё раз. Расскажи, бабушка, какую же сказку тебе рассказать? О бедной белоснежке, о Синбаде-мореходе или о спящей царевне. Расскажи мне сказку о волшебной стране. О волшебной стране? Что-то не припомню такую. Как же, вспомни, ты говорила, что в ней не было богатых и бедных. Люди были все равны, а законы справедливы. Там царили дружба и взаимовыручка, ценился труд, а эскимо стоил 11 копеек. Кажется, я начинаю догадываться, какую страну ты имеешь в виду. Но она вовсе не волшебная. Она настоящая. Настоящая? Где же она находится? Больше нигде. Этой страны больше нет. Но она была, и я там родилась. Как же она называлась? Она называлась Советский Союз. Как бы мне хотелось побывать там. Ну что же, приглашаю тебя в путешествие. Путешествие? В страну, которой больше нет. Этой страны больше нет на карте. Но она осталась в наших сердцах. Она осталась в наших сердцах и в фотографиях той эпохи. Мы в музее сделали подборку и до сих пор делаем подборки фотографий, относящихся к СССР. Мы показываем их на сайтах в интернете, на сайтах Одноклассников, ВКонтакте, на сайте нашего музея. И мы предлагаем вам путешествие в эту страну по этим фотографиям. Тот, кто родился в СССР, с удовольствием вспомнит то время, глядя на эти фотографии, поностальгирует тепло. А тот, кто не знает, что такое СССР, посмотрит и попытается понять, что же это за страна такая была. Советский Союз. Люди старшего поколения с большим удовольствием рассматривают фотографии, на которых узнают своих знакомых, иногда и себя. Рассказывают, когда было сделано это фото. Обмениваются мнениями. Очень хочется, чтобы вы все приняли участие в поисках известных и неизвестных наших фурмановцев. Дело в том, что все фотографии сделаны в Фурманове и в Фурмановском районе. То есть, это все люди, которых мы, в принципе, знаем. Вот видите, сколько у нас фотографий. Это малая часть того, что имеем мы, вот эти фотографии, касающиеся прошлого. Фотографий у нас много есть, и к нам, что интересно и хорошо. И мы рады этому, что нам несут эти фотографии, постоянно несут. Вот недалее, как сегодня, принесли еще целый блок фотографий. И мы будем выбирать что-то самое интересное и будем выкладывать обязательно. Так что ждите встречи с новыми фотографиями эпохи СССР. «Я родилась в такой стране, где людям все принадлежало, а значит, в том числе и мне. Где были цели, идеалы, земля и реки и леса, заводы, фабрики, ракеты, что улетали в небеса. Принадлежало нам все это. И деньги от богатств земли, от нефти, что из недр качали. В карман не олигархам шли, бюджет отчизны пополняли. Мы не боялись за детей, охрану к ним не приставляли. И смертникам простых людей взрывать нигде не позволяли. А на лугах пасли стада, телята, лошади, коровы. И детвора росла тогда на молоке не порошковом. Там натуральным было все. И колбаса, и хлеб, и масло. И отношения людей доброжелательно прекрасны. Почти что не было церквей. Это сейчас в стране их тысячи. Но каждый был в душе своей и сострадательней, и чище. И отношения меж собой не долларами измеряли. Ценили дружбу и любовь. И бескорыстно выручали. Я родилась в такой стране, где все работали, творили. С годами все понятнее мне, как хорошо мы плохо жили. Рожденные в СССР Светлана Баварская и Михаил Чубаров Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова